Стоит ли играть в World of Fishers в 2020 году? Это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день множество 3D игр вытесняют 2D проекты. И игры, которые сделаны в 2D, им очень сложно побороться с игрушками, которые проработаны в 3D анимации, графике. Персонажи там двигаются красиво, великолепно. А 2D нам очень мало чего может предложить именно в этом стиле. Но плохо ли это или хорошо? Давайте же сегодня мы разберем на примере проект World of Fishers. И что нам он может предложить, этот замечательный проект. Итак, первое. Огромную, практически безграничную сетку квестов. Вы скажете, что это ерунда. А я вот с вами не соглашусь. Очень часто постоянный фарм одной рыбы наскучивает. И ловля рыбы без определенной цели, вот фарм, сидеть, долбить одну и ту же рыбку, долбить, долбить, потом на другую переходить. Это надоедает. Квесты помогают идти к определенной цели, при выполнении которой вы испытываете игровой оргазм. Особенно, когда одну рыбу ловите около 2 игровых суток, а то и больше. Вам таких рыбок нужно 3. А вы ловили целых 2 суток. И потом, когда вы ее вылавливаете, вы испытываете огромное ощущение радости, восторга, у вас столько эмоций, что вы наконец-таки выполнили этот квест и получаете заслуженную награду. Не это ли счастье? Я считаю, это очень классная вещь. Большое количество турниров, которые разбиты на разряды. И можно участвовать не боясь, что уже матерый игрок тебя обойдет и заберет твои кровные призы. Все в равных условиях. И мне это нравится. Потому что в основном турниры на подразряды не делятся. Или очень большой разброс по разрядам. И когда заходит новичок, у которого там 13 разряд, а к нему врывается дядька, у которого уже сотка или даже больше. Естественно, он его облавливает. У него куча прикормок, у него куча бустов, у него лучше снасти. Да и он вообще знает, как это все делать, где какая рыба, места. Ну, матерый рыбак, это то же самое, когда мальчик 15-летний будет ловить рыбу на озере, на котором он никогда не был. И будет сидеть дед 70-летний или 60-летний, который тут родился и всю жизнь проловил на этом озере. У кого будет больше шансов? Естественно, у деда. Поэтому здесь это сделано очень хорошо и качественно. Огромный большой палец вверх. Атмосфера погруженности. Не в каждой игре такое количество звуков, сколько здесь. Так еще и каждый МПС с вами разговаривает разным голосом. Атмосфера эта непередаваемая. Если еще играть в наушниках, то погружаешься очень сильно. На данный момент не так много игр, которые могут похвастаться такими результатами. Вы когда надели наушники, которые плотно прилегают к вашим ушам, и там особенно хорошие басы и проработаны очень хорошо звуковые частоты, вы погружаетесь в игру, потому что поют птички, трескатушки, где-то еще какие-то звуки дождя, грозы, ветра и листвы. То есть очень много, много звуков, которые помогают очень так окунуться в атмосферу, в атмосферу именно рыболовства. Поэтому это очень важная деталь. Деталь ее стоит отметить. Также энциклопедия рыб, это уже четвертый пункт. Обычно в любой рыбалке вы должны искать рыбу, тратить кучу времени, постоянно интересоваться в чате, где поймать тот или иной экземпляр. Но тут вам достаточно просто открыть блокнот и вуаля! Все, что нужно знать от данной рыбы, вы знаете. Что вам мешает ее поймать? Только вы сами и ваша лень. В блокноте написано абсолютно все. Где эта рыба обитает? На какие насадки она клюет? На какой глубине она ловится? И рекорд. Поставлен сейчас или не поставлен? Все! Что еще вам нужно? Я не знаю. Если вы даже с такими данными, которые вам предоставляет уже игра, не можете поймать рыбу, тогда, я думаю, вам нужно задуматься, вы действительно ли хороший рыбак или нет. Пятый пункт. В игре есть пиарки, умения, которые помогают развивать вашего персонажа, а также характеристики, как в MMORPG. Удивлены? Можно прокачать своего персонажа как вам угодно, а если не понравилось, все сбросить и перераспределить заново. Непаханное поле для раздумий и интересной ветки развития для персонажа. Вы только представьте себе, вы качаете, качаете, качаете перса, распределили все свои характеристики. Вот вы думали, что это вот правильно, вот это было вот четко. Но после достижения определенного уровня, вы поняли, что ага, мне вот этот вот уже перк не нужен, я лучше себе прокачаю другой, этот будет более актуален. Вы сбрасываете все, перераспределяете, и у вас персонаж становится одним из лучших, по вашему мнению, может быть даже и самый лучший. И так можно делать сколько вам душе угодно. Но естественно, за какой-то определенный уже сброс, вам придется заплатить золотыми монетками. Это донатная валюта. Ну уж извините, если вы хотите быть таким оригинальным, вот на все сто, и постоянно что-то менять, менять, экспериментировать, то будьте готовы заплатить. Но это очень классная вещь. Как и MMORPG. Я думаю, вы меня понимаете. Те, кто понял, те смекнут фишку. Шестое. Стоит отметить, что есть медали, прикормка, садок. Не просто садок, а садок, который дает буст, по рыбе, по опыту, по деньгам, и многое другое. Рейтинги. Часовые сундуки. И полный магазин всякой всячины, которую вы сами можете посмотреть, пробежаться по каждому лоту, который там представлен. Прочитать, вникнуть, подумать, проанализировать и понять, что вам нужно, что не нужно. То есть, вот это вот все продумать. Это тоже, это класс. Класс. Далее, мы идем уже потихонечку к седьмому пункту, который тоже важен, между прочим. Стоит отметить контингент людей. В чате вам всегда помогут, ответят и дадут совет по поводу рыбы. Есть, конечно, граждане, которые ведут себя неподобающим образом. Но таких людей действуют санкции наших модераторов. И все сразу становится отлично, тихо, спокойно. И все так же начинают спокойненько ловить, общаться и не нарушать законодательство нашего общего чата. Поэтому здесь у нас тоже все великолепно. Контингент людей играет в основном взрослый. И играет спокойно, хорошо. Также всегда можно получить хороший совет по рыбе. по месту, на какую наживку клюет. Поэтому всегда можно обращаться в чат, общаться, находить себе друзей, знакомых и играть с комфортом. Как будто вы сидите вдвоем с каким-нибудь другом на одном месте на озере и общаетесь и ловите рыбу. Восьмой пункт. Разработчики игры. Вот этот пункт, наверное, самый важный, потому что если нет нормальных разработчиков, нормальных людей, которые действуют, двигают, игры не будет. Она встанет, она закупорится и все. И она потом канет в лето. Вы когда-нибудь видели разработчиков, которые общаются в чатах с людьми, обсуждают проблемы и работают на удовлетворении желаний самих игроков? Я таких лично не встречал. Вот серьезно. В основном все боги, на которых даже смотреть нельзя. Вы понимаете? А тут действительно люди, которые хотят сделать игру с душой и качеством. И они, кстати, ее делают. Сделали и продолжают ее усовершенствовать. Они общаются постоянно в группе ВКонтакте с игроками, также на форуме. Постоянно вносят какие-то изменения, помогают, акции, бонусы всякие. Дополнительно делают какие-то квесты, много обновлений постоянных, прорабатывают игру как только можно. Стараются максимально быстро фиксить какие-нибудь баги, если они возникают. То есть угодить пытаются вот всем. Поймите. Вы где-нибудь встречали таких разработчиков? Скажите мне, пожалуйста. Да сейчас вообще к ним в личку не допишешься. А если написали, вам отвечают у меня нет на тебя времени. То есть, понимаете? Вот люди считают, что вот если они сделали игру, значит все. Вот они просто боги, все обязаны играть в ихнюю игру. И вот лучше ихней игры и проекта нет. Извините меня, я в таких проектах не задерживаюсь. Когда самому разработчику наплевать на свой контингент игроков и ему совершенно вот фиолетово, знаете, что о нем будут думать, как к нему будут относиться, эта игра уже обречена на провал. Поэтому я в таких проектах не задерживаюсь, я сразу ухожу. И плевать, хорошая игра, нехорошая, если говяная администрация с разрабами, то все, можно даже не задерживаться здесь. Рыба гниет с головы, запомните поговорку и помяните мое слово. И давайте немножечко подойдем к донату, правильно? Всем же интересно, потому что, ну как же, донат, донат, да, вот, ну есть донат, да, в игре присутствует донат. Естественно, что тот, кто вливает денежку, будет быстрее расти, будет лучше, чем вы, и вам будет трудно с ним тягаться. Но игра должна жить, поймите. И люди своими вложениями поддерживают проект. Кто-то випочку купил, кто-то удочку, кто-то наживочки докупил, кто-то еще что-то. Донат здесь незапредельный. И вип на месяц стоит 550 рублей. Ну, я думаю, что это не такая уж и большая сумма, если вы хотите быстро прокачаться. Особенно, если играете три более часов в день. Вы просто сами прикиньте, ну сейчас, серьезно, сейчас тысячи, это как бы не деньги. Когда ты заходишь в магазин, набираешь продуктов на семью. Вот я, допустим, часто покупаюсь в магазине, и я знаю, что на тысячу вы там толком ничего купить не можете. Ну, понятно, что 500 рублей это тоже как бы сумма, да, и для некоторых людей даже и 200 рублей это большие деньги. Но, если вы из таких людей, которые 500, для которых 550 рублей это не огромный подрыв бюджета, я думаю, вы сможете смело потратить их на VIP и играть с комфортом месяц, или там, раз там в полгода купить там себе наживки или еще что-то. Ну, это лично ваше мнение. Поэтому тут я считаю, донат он есть везде, и я как бы это дело приветствую. Главное, чтобы он не душил конкретно всех игроков и вся. Тут такого нет. Душительного доната здесь нет, поэтому здесь играть комфортно. И давайте подведем итоги. World of Fishers, проект, который долгое время был в тени. Он достоин стоять на одном пьедестале с такими монстрами, как русская рыбалка, Fisher Planets и другими проектами, 3D проектами, 2D проектами, не важно. То, что в этой игре, нет, 3D это не значит, что она не конкурент. Просто большинство они не знают, понимаете? Давайте все вместе поможем этому проекту увидеть путь в топы. Пусть люди знают, что есть такая великолепная рыбалка, о которой очень мало знают людей. И ее даже пока что нет в стиме. Но я думаю, мы над этим поработаем и в стиме тоже появится этот проект. Поэтому, ребят, я вас очень попрошу, если вам действительно нравится эта игра, нравится этот проект, распространить это видео, поделитесь вконтакте, в одноклассниках, отправьте своим друзьям, напишите много комментариев, также поставьте лайки, чтобы это видео крутилось в рекомендациях в ютюбе, чтобы больше людей посмотрело это видео. И люди поняли, что есть проект лучше даже, чем 3D рыбалки наши, лучше, чем русская рыбалка. Кто не играл в русскую рыбалку, поиграйте ради интереса. Вы охренеете от доната, который там сейчас есть. Там все практически завязано на донате. Вы месяц игры ничего не добьетесь там, практически ничего. А здесь вы будете играть с комфортом и все аккаунты можно связать, понимаете? на компьютер один аккаунт, на телефон тоже один, на айфон тоже этот же аккаунт. И все это связать и играть спокойно с разных устройств. Я не знаю, что еще вам нужно, люди, правда? А 3D, ну, это уже на любителя. Поэтому оставляйте комментарии, пишите свое мнение и давайте же наконец-таки скажем людям, что есть настоящий хороший проект, который достоин стоять рядом с русской рыбалкой, Fishing Planets и другими проектами наравне и быть лучшим, а может быть даже и самым лучшим из всех. Всем спасибо и пока.